«Правящая левоцентристская коалиция Швеции по результатам парламентских выборов потеряла поддержку значительного числа избирателей. Теперь у неё всего на одно кресло больше, чем у правоцентристского альянса. В связи с этим лидер одной из правых партий призвал нынешнее правительство уйти в отставку – Уольф Кристерсон, представитель правоцентристского альянса, которого выдвигают на пост премьер-министра». «Шведский народ выбрал новый парламент. Правоцентристский альянс, очевидно, стал больше, чем правительство. Срок службы этого правительства завершился. Теперь оно должно уйти в отставку». По результатам парламентских выборов, которые прошли 9 сентября, две крупнейшие коалиции получили по 40 процентов голосов избирателей. Ни одна не набрала нужного числа для формирования кабинета. Это означает, что либо им придётся договариваться с другими партиями, либо Швецией будет грозить подвешенный парламент. Действующий премьер от социал-демократической партии говорит, что в отставку досрочно уходить не будет. «У нас ещё осталось две недели до официального открытия парламента. В это время я спокойно буду работать на посту премьер-министра». Одновременно оправдались прогнозы в отношении партии «Шведские демократы», которую называют ультраправой и антииммигрантской. Она получила более 17 процентов голосов избирателей, и теперь с ней будут вынуждены считаться во время переговоров о создании коалиции. Партия выступает с критикой приёма мигрантов. Во время миграционного кризиса, который начался в 2015 году, Швеция приняла больше всех мигрантов в пересчёте на душу населения среди европейских стран. Это вызывает всё больше недовольства граждан.